Иосиф Бродский По вашим словам, однажды посоветовал вам сводить к минимуму употребление прилагательных и делать упор на существительное, даже если глаголы пострадают при этом. Вы следуете его советовать? Более или менее, да. Это один из самых ценных советов, которые я получил за всё время своей практики. Буквально, я не помню то, что он сказал дословно, но идея была примерно следующая, что стихотворение должно состоять из существительных, прилагательные должны быть сведены до минимума. То есть, его идея была, что если, например, на стихотворение положить некую волшебную скатерть, которая убирает прилагательные, и потом снять эту скатерть, стихотворение, когда скатерть убрана, всё равно на бумаге осталось бы в достаточной степени чёрным. То есть, глагол ещё туда-сюда, но прилагательных, в общем, должно быть как можно меньше. У этого человека я вообще научился массе вещей. Почти всему, по крайней мере, в начальной стадии. В начальной стадии, там, скажем, знакомство с ним оказало чрезвычайно положительное, на мой взгляд, воздействие на, ну, скажем, на всё то, что я сочинял от ту пору. Это единственный человек, с чьим мнением я, в общем, более или менее на земле, грубо говоря, считаюсь, в настоящее время заочно. Ну, в общем, чьё мнение для меня оценало, действительно, если бы у меня был когда-нибудь такой действительно практический метод, это он. В предисловии к Прозе Цветаевой вы пишете, что мышление любого литератора иерархично. В чём ваша поэтическая иерархия? Ну, прежде всего, прежде всего, речь, безусловно, о ценностях. То есть не столько о ценностях, сколько иерархичность мышления. То есть я не имел ничего особенного. Дело в том, чтобы просто у каждого писателя прежде всего начать хотя бы с того, что, скажем, каждый литератор более или менее в течение своей жизни всё время меняет оценки. То есть он меняет, там, скажем, как бы табель о рангах. То есть кто лучше, то хуже. В общем, всегда существует некая колонка авторов, там, скажем, тот-то, 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 и, значит, кто-то наверху, кто-то внизу, кто-то, и время от времени меняется. У нас поэты наверху и проза идти внизу. Ну, это само собой. Но то, что я имел в виду, на самом деле, относится, там, скажем, к авторам, к тем, кого ты ценишь, кого ты любишь и так далее, кто тебе дороже или важнее или ближе, в последнюю очередь. В первую очередь, это относится к определённой шкале ценностей, да. То есть и шкала ценностей действительно вертикальная шкала, да. То есть в общем, в общем, как мне представляется, скажем, литератор, он всегда, или по крайней мере, по крайней мере, я, я единственным могу о ком говорить, наверное, о себе тот. Он всё время, как бы сказать, он выстраивает, то есть эту шкалу по следующему интервью, то есть, скажем, то явление или тот автор важнее для него, чем, скажем, другое или другое явление, просто потому, что тот автор вбирает в себя эти, там, скажем, предыдущих, предыдущих, или, там, скажем, эта идея вбирает в себя, но она ещё, значит, предлагает ещё какие-то следующие идеи. Не говоря, да вообще, сознание любого человека иерархично, там, скажем, всякий, кто воспитан более или менее, ну, что ли, в лоне, какой бы то ни было идеологии, или каких бы то ни было принципов, он всегда выстраивает какую-то лестницу, наверху, в конце концов, либо государь, либо Бог, либо и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем, человек в своём ежедневном поведении, он больше, или не в своей профессии, он всё время выстраивает для себя некую иерархию, то есть, либо это начальник, либо это идея, которая начальник. А темы тоже? Темы нет, ну, темы нет, нет, безусловно, нет, нет. В том же предисловии вы пишете, я цитирую, в конечном счёте каждый литератор стремится к одному и тому же, настигнуть или удержать утраченное или текущее время. Ну, более или менее, да. Ну, прямо из просто. Безусловно. Ну, я не знаю, это верно в отношении всех писателей, но, что касается вас, это так. И чем вы это объясняете? Дело в том, что меня действительно самое, то есть, то, что меня более всего интересует, и всегда интересовало, по-моему, на свете, хотя, в общем, раньше я не отдавал себе полностью отчёты, теперь я более или менее отношусь, скажем, достаточной степени. Меня просто интересует более всего время и тот эффект, то, что оно делает с человеком, как оно его меняет, как оно его обтачивает. То есть, это просто такое практическое время в его длительности, то есть, время жизни. Это с одной стороны. Но это всего лишь, если угодно, то, что происходит с человеком во время жизни, то есть, то, что время делает с человеком, то есть, как оно его, как бы сказать, трансформирует. Это всего лишь метафора того, что вообще время делает с пространства, то, что время делает с миром. Но это несколько оближенных, которые лучше не касаться, потому что это заведёт нас в дебери. Ну, скажем, из двух категорий. Вообще считается, что литература, она, как бы сказать, о жизни, что там, скажем, писатель пишет о других людях и так далее, и так далее. О том, что человек делает с другим человеком и так далее. На самом деле, это всё совсем неправильно, потому что, на самом деле, литература не о жизни, потому что и жизнь не о жизни. Жизнь о двух категориях, то есть, более или менее, о двух. Вот, о пространстве и о времени. Не из этих двух, но, например, Кавка, это человек исключительно, который занимался пространством, его эффектом и так далее. И, например, Пруст, то есть, который занимался и, если угодно, коллософобической версией времени. Но это, в общем, некоторому вроде натяжку, тут можно было бы даже высказаться и поточнее. Но, во всем случае, время для меня куда более интересное, я бы даже сказал, захватывающая категория, нежели пространство. Вот, собственно, всё. Опять возвращаюсь к предисловию. Опять сетирую. Изоляция её... Изоляция не предумышленная, но вынужденная, навязанная извне. Логика языка историческими обстоятельствами, качеством современников. Ведь вы же тут пишете о своей изоляции. Ну, более или менее, но я думаю, что не столько о своей изоляции, сколько, безусловно, прежде всего о её. Но я думаю, что это, в общем, относится более или менее ко всякому литератору. Безусловно, да, безусловно, в известной степени я пишу о своей. Но, собственно, единственное, что у нас общего, что, я бы сказал, у меня есть общего света, и вот это какие-то элементы биографии. Ну, Господи, пребывание на протяжении какого-то количества лет вне Отечества и так далее. Это вообще, то есть, ну, я не... Ну, бессмысленно говорить о том, какой поэт света. Это самое грандиозное явление, которое вообще русская поэзия знал, на мой взгляд. И, там, скажем, факт, что там, скажем, у нас, по крайней мере, эта деталь общая, вот, почти оправдывает моё существование вообще. Вы чувствуете какой-нибудь разрыв с аудиторией? Вы знаете, контакта, в общем, с аудиторией, как правило, вообще никогда не существует. Или то, что воспринимается как контакт, это, в общем, категория или ощущение достаточно эффективное, даже когда непосредственный контакт имеет место быть. Потому что, ну, Господи, потому что вообще, как правило, люди срушат всегда или читают, или вычитывают, потому что вы сочиняете нечто исключительно своё. То есть, контактом с аудиторией это не назовёшь. Потому что, в общем, поведение отношения людей к произведениям литературы, или, там, скажем, к факту присутствия писателя, там, скажем, на сцене, допустим, да, или там на кафедре, и оно всегда, в достаточной степени, десинкратично, то есть, человек воспринимает, то есть, каждый человек воспринимает то, что он видит сквозь свою абсолютно уникальную призму. Ну, когда мы говорим о контакте, я думаю, мы имеем в виду нечто более, нечто менее сложное, чем то, о чем я сейчас говорю. То есть, ну, то есть, о реакции читательской среды, о реакции, которую, в общем, там, скажем, автор может, там, заметить, интерпретировать, и, в общем, и повести себя каким бы то ни был образом в соответствии с этой реакцией. Безусловно, существует чисто физическое отсутствие подобного, подобной связи, подобного контакта. Но, попробуйте сказать, этот контакт меня никогда особенно не интересовал, потому что, в общем, в общем, все самые творческие, так называемые творческие процессы, они имеют место быть не, то есть, их цель не аудитория и не, скажем, контакт с публикой. Это, скорее, в общем, особенно в литературе, это все продукты языка. В общем, реакция неадекватная, и считаться с ней, или, там, скажем, горевать по поводу ее отсутствия, я думаю, в общем, достаточно себе не бессмысленно. Я бы еще сказал одну вещь. Дело в том, что, вот, Александр Сергеевич, у него есть эта фраза, там, ты царь, живи один, дорогой свободный, иди, куда ведет тебя свободный. То есть, свободный этот самый ум. В общем, при всей, при всей, скажем, при всей, как бы сказать, романтичности дикции, в которой, значит, это сказано, в которой это сказано, в этом есть колоссально здоровое зерно. То есть, действительно, в конечном счете, ты сам по себе. То есть, единственный тет-а-тет, который у литератора, а тем более у поэта, я думаю, имеет место быть, это тет-а-тет с его языком, с его, то есть, с тем, как он язык этот сложит. То есть, диктант языка, вот, это и есть то, что называло, то, что в простой речи именуется диктантом музы, да, то есть, это не музыка, а язык, в котором, ну, который вы сложите, или который, ну, я знаю, в котором у вас существует уже, как бы сказать, в некотором роде помимо вашей воли. Вот и все. А и все это к другим писателям тоже относится? Вы знаете, в известной степени, то есть, в известной степени это относится к другим писателям, потому что писатели пишут не для, как ни странно, не для публики, потому что, в общем, даже самые из них, как бы сказать, публичные, да, даже те, которые, там, скажем, занимались непосредственными проблемами, они, на самом деле, писали не потому, что, там, скажем, они высказывались. То есть, это был, как бы сказать, такой, как бы, внешний повод для их деятельности. На самом же деле, на самом же деле, выживает только то, что, в общем, производит улучшение не в обществе, но в языке. Вот и все. Вот Роберт Сильвестер о вас написал. В отличие от... Ричард. Это Ричард или Роберт? А он у Роберта, нет? Дик. Ричард Сильвестер. Ричард Сильвестер. Второе, то, что вы проложили свой собственный путь. Ну, это каждый поэт это делает, но как вы... Ну, что касается упадка, то, ну, в общем, более или менее, это правда, потому что... То есть, не то, что упадок, то есть, в течение 40-х, 50-х годов об изященной совестности всерьез говорить в России не приходилось. То есть, разумеется, существовали какие-то люди, которые, там, скажем, продолжали, занимались стихосложением. То есть, были замечательные поэты. Была жива Ахматова, был жив Пастернак. Но, там, скажем, до молодых людей вроде меня это совершенно никак не доходило. То есть, мы совершенно не были осведомлены о их существовании. И я не был. Вот, во всяком случае, я помню, что, там, скажем, когда тот же самый Рейн предложил меня свести к Ахматовой, я чрезвычайно сильно удивился, что, а, что Ахматова жива. То есть, во-первых, во-вторых, я, в общем, и когда мы поехали, даже не знал, к кому это мы едем. Потому что, я, по-прочему, даже не читал особенно Ахмата. Не говорил же, что касается Пастернака, его имя было в большей степени на устах или в воздухе. Но, я уж не знаю, чем это объяснить. Может быть, пороком, может быть, каким-то недостатком моей способности воспринимать изящную словесность в ту пору. Либо, я уж не знаю, чем я просто пытался собираться почитать эту книгу, когда мне было там даже... То есть, я впервые прочел Пастернаку более-менее осмысленным образом, когда мне было там 24-25 лет, не раньше. То есть, до тех пор, я ничего этого... То есть, это было совершенно ни с какой стороны... Кроме того, помимо всего прочего, помимо Пастернака, например, и помимо Ахматовой, были совершенно замечательные люди. Как, например, Семен Липкин. Но это совершенно было... То есть, не то, что недоступно, это неизвестно. Я думаю, это неизвестно было даже, там, скажем, там, если у Липкина были двоюродные братья или сестры, этого никто... Значит, и они этого не знали. То есть, это было все чрезвычайно... Это писалось все в стол. Был в ту же самую пору, в те же самые годы, работал Тарковский. Но никто этого не считал. То есть, это все вышло на поверхность только в конце, грубо говоря... То есть, Тарковский, это 60-е годы. А в конце 60-х Липкин совсем недавно. То есть, во всем случае, там, там, молодые люди вроде, там, скажем, вашего покорного и, значит, вот, моих друзей и так далее, и так далее, и так далее. Мы знали очень мало о том, что на самом деле происходит в отечественной словесности. Как, впрочем, не знали этого мы, не знал я... В этом смысле утверждение Сильвестра достаточно справедливо, потому что то, что выдавалось, или то, что существовало в качестве, то есть, на страницах, в печати и так далее, и так далее, это был полный абсолютно вздор, о котором и говорить стыдно, и вспоминать даже не хочется. Что касается прокладывания своей собственной дороги, в этом смысле дорога была исключительно своей собственной. То есть, это не столько дорога, сколько там на ощупь, вслепую, что-то подбирал себе, там, я не знаю, то ли на слух, то ли по наите. То есть, действительно, действительно, процесс был не столько литературный, то есть, это то, чем мы занимались. То есть, вот, тот же самый Рейн, там, Найман, Бобышев, то есть, те люди, то есть, Гайрбовский, с другой стороны, Кушнер, то есть, мы, в известной степени, открывали для себя изящную словесность впервые. То есть, это в некотором роде был процесс чрезвычайно любопытный, я думаю, то есть, не любопытный, потрясающе интересный, потому что мы начинали литературу заново. То есть, мы не были, там, скажем, там, скажем, отпрысками или последователями, или элементами какого-то, частицами какого-то кулькурового процесса, особенно с литературного процесса. Ничуть не бывало. Мы все пришли в литературу, бог знает откуда, то есть, практически из самого существования, из, как бы сказать, недр. То есть, не то чтобы от станка и от сахи, но гораздо дальше, то есть, просто из такого, как бы сказать, умственного, интеллектуального, культурного небытия. Да. И ценность этого поколения нашего, именно заключается в том, что, там, скажем, никак ни к чему не подготовлено, мы выбрали, то есть, мы проложили, если угодно, вот эти самые, ну, дороги это слишком громко, но тропы, да, безусловно. То есть, мы действовали, безусловно, не только в сутки, так сказать, само собой, но просто исключительно по интуиции. И что замечательно, что человеческая интуиция, она приводит именно к этим результатам, да, которые, в конце концов, в общем, не так уж разительно и отличаются от того, что произвела предыдущая культура, нераспавшейся, созданная, то есть, возникшая в результате, всё-таки, ещё нераспавшейся цепи времён, да. То есть, это замечательно. То есть, это в некотором роде свидетельство о определённом векторе чаровического духа. Это, может быть, отчасти связано с тем, что Вы сами беспокоились о своём образовании, ведь Вы же ушли из школы после восьмого класса. Да, но это, опять-таки, Вы знаете, это, там, скажем, это сейчас, там, скажем, оглядываясь назад, я могу сказать что-нибудь в этом роде. Но в тот момент, когда, там, скажем, я уходил из школы, когда, там, скажем, мои друзья бросали свои, там, скажем, должности, там, скажем, бросали свои дипломы и так далее, так далее, переключаясь на изящную словесность, Это, в это время нам не казалось, что мы делаем, то есть, мы действовали, в общем, более или менее по интуиции и по какому-то, в общем, если угодно, инстинкту. В этом не было. То есть, разумеется, мы там читали кого-то, то есть, мы довольно много читали, но это, но никакой преемственности в том, чем мы занимались, не было. Ощущение, что мы продолжаем некую традицию и так далее, и так далее, то есть, что у нас какие-то воспитатели, там, духовные натицы, и так далее, этого ничего не было. Мы действительно были, если не пасынками, то сиротами в некотором роде. Вот, и вот замечательно, что, когда сирота вдруг запевает голосом отца, и это потрясающе, по-моему, и это самое замечательное в нашем поколении. То, что, например, происходит сегодня, то есть, все эти книги, все эти, там, все эти, все сочинения, там, я не знаю, Мандельштамат, Махмад, и так далее, и так далее. Мы это доставали с невероятным трудом, если доставали. Я, например, не помню, чтобы, я просто прочел Мандельштама примерно тогда же, когда мне было 23 года, да, то есть, стихи я начал писать более-менее, ну, не то, чтобы сознательно, но когда мне было лет 18, 19, 20. Более того, когда ты находишь там кого-нибудь вроде Мандельштама или Цветаева или Ахматвы в 23-24 года, ты их воспринимаешь как влияние. Да, ты просто воспринимаешь их, прежде всего, ну, чисто с археологической точки зрения, да. Кроме того, то есть, элементы археологии достаточно сильного. Кроме того, конечно же, они производят чрезвычайно сильное впечатление, но, может быть, они и производят-то столь сильное впечатление, потому что ты не предполагал бы их существование. В то время, когда ты вырастаешь в среде, когда известно, что Болмандельштамм был, это самое, ты, в общем, знаешь, чего ждать, да, более-менее. У тебя есть какой-то общий очерк, общая идея о том, что там может находиться. Без этого ты просто сам гадаешь, то есть, ты им гадать, как радар, знаете, как, там, скажем, это самое, он посылает эхосигнал, да, иногда натыкается, чаще нет, да. А как же быть теперь уж не молодым писать? Чего-то, знаете, мне трудно, чтобы это не было сказать по этому поводу, теперь у них полная малина в известной степени, потому что всё, что им нужно, это доступно, разумеется, когда, разумеется, не следует их так всех валить в общую кучу, потому что благодаря разнообразным обстоятельствам люди начинают жизнь самым разным образом, и вполне возможно, что они могут оказаться в такой же среде, столь же изолированы от каких бы то ни было культурных влияний, как и мы, в свою очередь, но на сегодняшний день это представить трудно. Хотелось бы, но надежды нет. Во всяком случае, я сказал, отнюдь мне из соображений обеспечить себе возврат, когда бы то ни было, под очи кров. Нет, мне просто неприятно этим заниматься, я не думаю, что этим следует заниматься. То есть... А желание? Чем? Мазать? Нет, вернуться. А, вернуться? Ну, Господи, желание, конечно, существует, и куда оно денется? И с годами оно становится, то есть, по крайней мере... С годами оно не столько не ослабевает, сколько оно так устервляется. Вы русский поэт, но американский ассеист. Не создаёт ли это какого-нибудь раздвояния личности? И не идёт ли ваша русскость постоянно на убыль? Вы знаете, я не знаю, это не мне судить. Что касается меня, то есть, внутри самого себя, у меня никакого... То есть, внутри моего сознания, внутри, я не знаю. Я чувствую себя достаточно естественным образом. Я думаю, что это вообще идеальная ситуация, быть русским поэтом и американским ассеистом. Вся история заключается в том, что хватает ли у вас, а, души, б, извилин на оба мероприятия, то есть, на оба проекта. Иногда мне кажется, что хватает, иногда мне кажется, что нет. Иногда мне кажется, что одно мешает другому. Зачастую, например, когда я сочиняю стихотворение, пытаюсь придумать рифму, вместо русской рифмы влезает английская. Это всё происходит. Но это издержки, которые всегда, в общем, в достаточной степени у этого производства велики. И, в общем, какую форму эти издержки принимают, это совершенно уже безразлично. То есть, я не знаю, может быть, моя русскость идёт на убыль. Но если она может пойти на убыль, то это изначально красная овца. Это свидетельствует о её качестве. Думает, что в общем нет. Хотя, может быть, и да. Я не знаю. Не знаю. По крайней мере, стихи мне до сих пор по-русски писать хочется. Я до сих пор этим занимаюсь. То, что я делаю, мне нравится. То есть, часто нравится. Но это, в конечном счёте, то, что меня более всего интересует. Меня, в общем, как правило, интересует процесс, а не его последствия. Что касается, пошла ли русскость моя на убыль или наоборот, значит, концентрировалась сильная степень, это уже судить не мне. Хотя, я думаю, что просто не следует сужать понятия. То есть, следовало бы, прежде всего, для начала определить понятие русскость. Потому что, в общем, я думаю, что с этим связано некоторое сужение возможностей русского национального сознания. То есть, некоторая его типизация. Я думаю, что русский русский грех – это гораздо более обширное явление, нежели, скажем... Я думаю, что, если что-нибудь и происходит в моём случае, то это, в некотором роде, если угодно, может быть, я лещу себе это расширение русскости, а не её сужение или её потери. В статье «Английский Бродский» Алексей Лосев пишет «Писателем можно быть только на одном одноправном языке, что предопределено просто-напросто географией. Даже с малолетства, в совершенстве владея двумя или более языками, всегда лишь один мир твой, лишь одним лингвокультурным комплексом ты можешь сознательно управлять. А все остальные посторонние. Каких ни за чай, жизни не хватит, хлопот и ляпсусов не оберёшься». Это утверждение вздорное. То есть, не вздорное, а чрезвычайно, как бы сказать, епархиальное. То есть, я бы сказал, что местечковое. Дело в том, что, разумеется, в истории русской литературы не так уж легко и найти пример, когда люди были, когда, скажем, писатель был литератором в двух культурах, то есть двух языках и так далее. Но двуязычие – это норма. Это, в общем, вполне реальная норма Пушкина в конце концов. Пушкин не стал известен как французский поэт. Он не стал известен как автор писем. Он был ничуть не хуже, скажем, своих французских современников. Более того, Пушкин, Тургенев и так далее. Два языка – это норма. Это просто дело в том, что силой самых разнообразных, не нами придуманных обстоятельств. Мы оказались в той ситуации, когда нам ничего не остаётся другого, кроме настаивать на нашей... То есть, когда человеку ничего другого не остаётся, кроме как настаивать на его, как бы сказать, этнической уникальности. Это для человеческого вида, для рода, для человека, просто как организма, в этом есть нечто оскорбительное. Дело в том, что, грубо говоря, у человека, у человеческого сознания существуют огромные потенциальные возможности развития. И, с моей точки зрения, просто оперировать двумя языками в двух культурах и так далее, в этом нет ничего сверхъестественного. Это вполне может стать нормой. Возьмите европейцев, возьмите всех этих самых, я не знаю, возьмите голландцев, возьмите немцев, возьмите англичан. Для них, в общем, существование двух или трёх языков. То есть, я знаю массу людей, которые в состоянии написать то же самое эссе. Стихи – это труднее, вполне возможно, да? Но, там, возьмите Беккета, да? Вот когда просто возьмите Джойса, кого угодно. Почему русские хуже? Не то, что я ставлю себе эти примеры, эти образцы, которые... То есть, моя жизнь, скажем, я сочиняю эти эссе по-английски, исключительно, я начал их сочинять, исключительно по соображениям практическим. То есть, потому что это быстрее, чем, там, скажем, поскольку, там, эссе, там, рецензия, там, статья и так далее, заказывается с журналом, да? То есть, конечно, её можно писать по-русски, потом перевести на английский и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но это занимает гораздо больше времени журналу, как правило, ограничено каким-то определенным сроком, и поспеть к этим срокам. То есть, гораздо большая вероятность, если ты просто пишешь уже по-английски, да? И это единственное соображение, по которому я этим занялся. То есть, то, что я, там, скажем, русский поэт, и... То есть, я пишу стихи по-русски, и эссе по-английски, это... То есть, для меня это абсолютно естественно. То есть, это две пишущие машинки. А вы хотите в конечном итоге стать двуязычным поэтом именно? Вы знаете, нет. Этой амбиции у меня совершенно нет. Хотя я, в общем, вполне в состоянии сочинять вполне приличные, даже, в общем, весьма толковые стихи по-английски. Но одно... Когда вы сочиняете стихи по-английски, ну, для меня, по крайней мере, это скорее, как... Скорее, в общем-то, как, как бы сказать, игра, да? Да, то есть, шахматы, если угодно, там, складывание кубиков и так далее, и так далее. То есть, хотя, в общем, я очень часто ловлю себя на том, что, там, скажем, процессы психологические, эмоционально, акустические, идентичные тому, что, там, идентичные темы, которые, там, скажем, которые сопряжены сочинениями стихов по-русски, начинают иметь место, когда я, там, скажем... Тот же самый механизм приходит движение, механизм приходит движение, когда я иногда сочиняю стихи по-английски. Вот, но амбиции у меня таких нет. Я не собираюсь становиться ни Набоковым, ни, там, я не знаю, ни Джозефом Конрадом, ни, я уже не знаю, кем. Этих амбиций у меня решительно напрочь нет. Хотя я вполне представляю себе возможность, и просто у меня ни времени, ни энергии нет на это, ни нарциссизма. Но я вполне представляю себе, что кто-нибудь на моём месте вполне мог бы осуществить, то есть, вполне мог бы быть и тем, и другим. То есть, мог бы писать стихи и по-русски, и по-английски. Более того, я думаю, что это и произойдёт, в конечном счёте. То есть, если мы говорим о будущем, в связи с этими самыми, я думаю, что вполне возможно, что, скажем, через, я не знаю, 20, 30, 40 лет просто появятся люди, для которых это будет абсолютно естественно. Я, например, знаю ряд людей в Европе, которые, скажем, они немецкие или английские, или, скажем, итальянские литераторы, но которые, в общем, но которые одновременно, когда им больше нравится, они начинают писать стихи по-английски. И, разумеется, это сопряжено с тем, с некоторой редукцией стихи по-английски. То есть, особенно, если речь идёт о верлибре, возьмите того же самого Айги, я совершенно не понимаю, почему он пишет по-русски. То есть, он может писать по-немецки, то есть, я не знаю, на суахиле. Там ни с какой дисциплиной не связано, то есть, речь идёт исключительно о, то, что называется, по-английски perception, о восприятиях, о каких-то определённых ощущениях. И эти ощущения, в общем, более-менее, если речь, если вы воспринимаете изящную совместность как передачу каких-то определённых ощущений в определённой сюжетной последовательности, пожалуйста, это можно сделать. Другое дело, стихи, скажем, как я их понимаю, то есть, восстановление гармонии, просодий и так далее, и так далее, это несколько труднее, но и это возможно. Я, по крайней мере, это сделал несколько раз, чтобы, по крайней мере, убедить себя, что я в состоянии это сделать, чтобы у меня не было никаких этих самых комплексов. Как вы эволюционируете как поэт? Эволюция, я не знаю, как я эволюционирую, но я думаю, что эволюцию поэта можно исключительно приследить, можно приследить только в одной области, это в просоде, то есть, какими размерами он пользуется. Размеры, вы знаете, они, как правило, в общем, как бы сказать, ну что ли, они суть сосуда, или, по крайней мере, отражение определённого психического состояния. Я пользовался размерами более точными, более точными метрами, то есть, пятистопным ямбом и так далее, то есть, когда всё, значит, более-менее в порядке, что свидетельствует о некоторой иллюзии, или о способности, если угодно, или о желании подчинить, там, скажем, вещи, явления, свою речь, по крайней мере, определённому контролю. На сегодняшний день, я думаю, в том, что я сочиняю гораздо больший процент дольника, интонационного стиха, то есть, когда речь представляет, как мне кажется, нейтральность, ненавязчивость, нейтральность, то есть, я сравнился, в общем, к некоторой нейтральности, то она, и я думаю, что, скажем, перемена размеров, да, или качество размеров, что ли, она, в общем, свидетельствует об этом. И вот если есть какая-то эволюция, то, в общем, эволюция, как я могу проследить, это эволюция именно от этой эволюции, от желания контролировать потребности в контроле, к отсутствию контроля, к отсутствию всякого, ну, что ли, то есть, к стремлению нейтрализовать, там, скажем, лирический элемент, привести его на контроле, то есть, приблизить лирический элемент просто, если угодно, к звуку, производимому маятником. То есть, больше маятника, чем, там, скажем, чем музыки. Вы думаете, что такой отход от традиционных размеров будет принят более широко потом? Вы знаете, это, у меня нет никаких, и у меня, более того, я гадать об этом не особо намерен. Я думаю, что я делаю то, что, в общем, то есть, то, чем я занимаюсь, в общем, более-менее отражает мою собственную, ну, если угодно, будем называть это, чтобы не пользоваться никакими более высокопарными выражениями, мою собственную эволюцию. Вот, и, в конце концов, мои там стихотворения, это моя жизнь, моё сочинение, это моё, как бы сказать, если угодно, Евангелие. Расскажите об Ахматовой. Ну, это долго, это много, и об этом либо километрами, либо совсем ничего. Для меня это чрезвычайно трудно, потому что я совершенно не в состоянии рассказывать о ней, то есть, в том смысле, что я не в состоянии её объективировать, то есть, выделять из себя, и, там, скажем, вот Ахматова, я о ней рассказываю. Это в сильной степени, может быть, я преувеличу, но, в общем, как мне кажется, в сильной степени часть моего сознания, да. То есть, люди, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни, которые, в общем, для вас важны и так далее, и так далее, рано или поздно вы их просто, не то, что там, это там жестоко несколько, но вы их более-менее в себя вбираете, в конце концов, они становятся вами. То есть, это не вы рассказываете о Ахматовой, вы в конечном счёте говорите о себе. То есть, всё, что я говорю, всё, что я делаю, всё, что я пишу, это в доизвестной степени рассказ об Ахматовой. Объективно, я не знаю, как о ней говорить, то есть, я познакомился с ней, когда я был совершенно, в общем, совершенно шпаной, то есть, когда мне было, там, не знаю, 22 года, я был, как правило, я меня отвёз к ней. Я увидел, то есть, глаза мои представили зрелище совершенно незнакомое, то есть, совершенно ясно, что абсолютно другого качества. То есть, люди, с которыми мне приходилось иметь дело, находились просто в другой категории, нежели она. Прежде всего, она была невероятно привлекательна. Она была очень высокого роста. То есть, я не знаю, сколько именно, но выше меня, когда люди говорят, я всё время тянулся, чтобы у меня не было, вы знаете, комплекса неполноценности, чтобы просто быть, по крайней мере, одного роста с ней. Глядя на неё было, в общем, понятно, это я не помню, кто сказал, какой-то немецкий писатель, что глядя на Ахматова было понятно, как-то, как это оказывалось возможно, что Россия время от времени управлялась императрицами. То есть, в ней было этот самый, в ней было величие, в общем, если угодно, имперское. Но просто имперское не в том смысле, что там, скажем, речь была не о стране, а именно об индивидууме. Она была невероятно остроумна. То есть, невероятно остроумна. Ну, это, в общем, вы знаете, это не способ говорить об этом человеке. Единственное, если я чему-нибудь, то есть, я в те времена, я, в общем, более или менее, я был бы абсолютный дикарь, то есть, дикарь во всех отношениях, в культурном, в духовном и так далее, и так далее. И я думаю, что я, то есть, если во мне возникли, зародились некоторые такие, то есть, зародились они, может быть, чуть-чуть раньше, но если они, в общем, привились, некоторые такие элементы христианской психологии, это, в общем, было главным образом благодаря разговорам с ней, не потому, что она говорила, там, скажем, на, скажем, на темы, скажем, религиозного существования и так далее, и так далее. Ровно наоборот. Просто то, что эта женщина простила, что называется, врагам своим, было самым лучшим уроком. Особенно для человека, в общем, молодого, вроде вашего покорного, относительно того, что является сущностью христианства. После неё я не в силах, по крайней мере, до сих пор, я не в силах, то есть, я не в состоянии всерьёз относиться к своим обидчикам, к врагам, к заведомым негодяям, даже если угодно, к бывшему моему государству. И их прощаешь. То есть, ну, вот это, например, один из эффектов. Мы чрезвычайно редко говорили о стихах, как о таковых. Она в то время переводила, и там, скажем, она всё время показывала, всё, что она сочиняла, она всё время показывала нам. То есть, я был не единственным, кто её достаточно стихи хорошо знал. Мы все четверо. Она называла нас, то есть, Наймон, Бобышев, Рин. Она называла нас, и я, волшебный купол, такой, как сказать. Но волшебный купол с Божьей помощью распался. Но она всегда показывала нам стихи перевода. Мы, когда... И не было этого самого между нами, вот этого пиетета, или там, хождение на задних лапах, и так далее, и так далее, и заглядывание в рот. Мы, то есть, когда там нам представилось одно или другое выражение неудачное, мы ей предлагали... Она продавлялась. И наоборот. То есть, это было, в общем... То есть, отношения с ней носили... То есть, абсолютно человеческий, чрезвычайно непосредственный характер. Да, разумеется, рано или поздно, то есть, разумеется, мы знали, с кем мы имеем дело. Но это ни в коем случае не встревало в наши взаимоотношения. И, то есть, в общем, поэт, он... Знаете, он всё-таки в той или иной степени прирождённый демократ. Это как птичка, которая, в общем, на какую ветку не сядь, сразу же начинает чирикать. То есть, для поэта иерархии в конечном счёте не существует. То есть, это я не противоречу себе тому, что я сказал вначале. Ну, таких, как бы сказать, человеческих иерархий, да. Нет, отношения были... Ну, я не знаю, что я могла о ней говорить. Это долго, и... Я боюсь, вы правы. У меня и так несколько диспетчаток отбородов. Ну, было бы обидно, если бы времени осталось для самих стихов. Ну, это не важно. Давайте остальные вопросы, Джон. У нас 15 минут только на записи. То есть... Да, я просто прощал одно стихотворение, два стихотворения. Ну, что там их читать? О вашем суде не хотите поговорить? Ну, это бессмысленно. Это был определённый запар. Ну, когда речь заходит в ваших стихах, часто говорится о влиянии Джона Донна. Ну, это чушь. Это чушь. Вы же сами писали об этом. Да, нет, но я написал стихотворение Баркюши Донну. И, разумеется, разумеется, то есть... Разумеется, я прочёл его впервые. То есть я начал учить, когда у меня было годы 24-25. И, разумеется, это на меня произвело сильное впечатление. Но ничуть не менее сильное, чем Мандельшам, и ничуть не менее сильное, чем Цветаева. То есть речь говорить о влиянии, это, как бы сказать, ну, скажем, оскорблять того, о чём влияние. То есть в моём случае, о том, что Джон Донн на меня повлиял. Разумеется, он на меня повлиял. Но кто я такой, чтобы на меня Джон Донн влиял? То есть в стихах это незаметно. То есть я думаю, не особенно заметно. Единственное, чему я у Донна научился более, чем у кого бы то ни было другого, это строфики. То есть Донн, как вообще большинство английских поэтов, они всегда, особенно элизаветинцы, то есть ренессансы, то, что называется по-русски, они были чрезвычайно из-за репериментальных нарисов, в смысле, строфики. К тому времени, когда я начал заниматься стихосложением, в общем, эта идея строфы и так далее, она, в общем, более или менее начисто отсутствовала. То есть, ну, исключительно потому, что культурная преемственность отсутствовала. И поэтому я этим чрезвычайно заинтересовался. Ну, что касается, и это, я думаю, скорее, влияние, скорее, формальное, если угодно, влияние организации стихотворения, в организации стихотворения отнюдь не в ее задержании. Дон куда более глубокое существование жилья. Я никогда бы не смог быть настоятельным ни в Святом Павле, ни, я уже не знаю, ни в Святом Петре, ни уже. То есть, это куда более глубоко и сильно чувствующий господин. Господин... Не надо, да? Я хотел даже также поднять вопрос поэтического перевода, но все-таки надо время до стихов остаться. Ну, давайте я прощу парашку стихотворения. Вот это стихотворение, я не помню, какого года. Года, может быть, 68-го или 69-го, я не помню, может быть, даже раньше. Звучит на 70-е, чем я не увидел. Схотворение, которое мне просто очень нравится. Это просто стихотворение о встрече, то есть, ну, то есть, просто стихотворение, просто стихотворение, ни о чем. Сухое левантинское лицо, упрятанное оспинками в бачке, Когда он ищет сигарету в пачке на безымянном тусклое кольцо, Внезапно преломляет 200 ватт, и мой хрусталик вспышки не выносит. Я жмусь, и тогда он произносит, глотая дым при этом, Виноват январь в Крыму, на Черноморский брег. Зима приходит, как бы для забавы, Не в состоянии удержаться снег. На лезвиях и остриях агавы Пустуют ресторации, дымят, Ихтиозавры грязные на рейде, И прелых лавров слышен аромат. Налейте вам этой мерзости, налейте. И так улыбка, сумерки, графин, Вдали буфетчик стискивая руки, Дает круги, как молодой дульфин. Вокруг хамсой заполнены филюки, Квадрат окна, в горшках желтофиоль, Снежинки, приносящиеся мимо. Остановись мгновенье, Ты не столь прекрасна, Сколько ты, неповторима. Ну, то, что еще пришло. Ну, вот стихи, говоря, не более, блин, недавнее. То есть... Я даже не помню. Лет пять тому назад. Называется «Письма династии Минь». Оно состоит из двух частей. Это не подлинные письма, это, разумеется, стилизация. То есть, первая часть, это женщина пишет, женщина, которая, видимо, придворная дама пишет своему страстному чужому, Бог визгде, мужу. И вторая часть, это, как бы сказать, это он мужа, как бы ответ. Скоро тринадцать лет, как воробейский... Ох, что я говорю. Письма династии Минь. Скоро тринадцать лет, как суровей из клетки, вырвался и улетел. И на ночь глядя таблетки, Богдыхан запивает кровью проштрафившегося портного, откидывается на подушке, включив заводного, погружается в сон убаюканной ровной песни. Вот какие теперь мы указаны в поднебесной, невеселые, нечетные годовщины. Специальное зеркало, разглаживающее морщины, каждый год дорожает. Наш маленький сад в упадке, небо тоже из колота шпилями, как лопатки, и затылок больного, которого только спину мы и видим. И я иногда объясняю сыну Богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки. А это письмо от твоей, возлюбленной, дикой утки, писано тушью, нарисовая тонкой бумаги, что дала мне императрица. Почему-то в последнее время вокруг все больше бумаги, тем меньше шейнджа срена. Дорога в тысячу ли начинается с одного шага, гласит пословица, жалко, что от него не зависит дорога обратно, превосходящая многократно тысячу ли, особенно отчитывая от О. Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли, тысяча означает, что ты сейчас вдали от родимого крова, и зараза бессмысленности со слова перетерывается на цифры, особенно на нули. Ветер несет нас на запад, как бурые семена, из лопнувшего стручка, туда, где стоит стена, на фоне ее человек уродлив и страшен, как иероглиф, как любые другие неразборчивые письмена. Движение в одну сторону превращает меня в нечто вытянутое, как голова коня. Силу, жившую в теле, ушли на трение тени, а сухие колбасия дикого ячменя. Ну, этого, я думаю, достаточно. Не согласен. Ну, давайте я выхожу еще одну. Я его очень хорошо помню просто. Сейчас я найду. Где-то они могут есть. Ничего не жарко. Жарко очень. Так, гранки, кому-нибудь нету? Нет, это просто из-за льмонаха, перепечатка стеклярия, не из-за льмонаха. Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняла челом. Я был лишь тем, что ты Там внизу различала Смутный облик сначала, Много позже, чем ты. Это ты, горяча, Ушую одесную, Раковину ушную Мне творила шепча. Это ты, теребя Штуру в сырую полость рта, Вложила мне голос, Отвлекавший тебя. Я был попросту слеп, Ты, возникая прячась, Ты, возникая прячась, Дарова мне зрячесть. Так оставляют след, Так творятся миры, Так сотворив их часто, Оставляют вращаться, Расточая дары, Так бросаем-то в жар, То в холод, То в свет, То в темень, В мироздании потерян Кружится шар. Вот и все. Я помню, да, Но это, Я не помню, Где она напечатана, То есть я не помню. Это стихи на смерть Жукова. Не помню, Я посмотрю, Я помню книжку здесь. То есть я помню, Но мне не хотелось бы сбиваться. А на смерть Жукова, А на смерть Жукова. Ага. Вижу колонны Замерзших внуков, Гроб на лафете, Лошади круп. Ветер сюда Не доносит Вне звуков Русских военных Плачущих труп. Вижу в регалии Убранный труп. Смерть уезжает Пламенный Жуков. Воин пред коем Многие пальцы Стены Кумитичу Вражьих тупей. Блеском маневра Огневали, Напоминавшись Средь воружских степей. Кончивши дни Свои гуруха В опале, Как Велизарий Или Помпей. Сколько он Пролил Крови солдатской В землю чужую, Что ж Горевал? Вспомнил ли их Умирающий В штатской Белой кровати Полный провал, Что он ответит, Встретившись В адской Области с ними Я воевал. Кроме Жуков Десницы Больше уже Не приложит В бою. Спи У истории Русской страницы Хватит для тех, Кто в пехотном Строю Смело входили В чужие Столицы, Но возвращались В страхе В свою. Маршал Поглотит Алчное лето Эти слова И поет И поет И поет И поет Все же Прими их Жалко Лепта Родину Спавшему Вслух Говоря Бей барабан И военная Флейта Громко Свести На манер Снегиря Еще одно Последнее Еще одно Последнее Еще одно Последнее Сейчас Войду Что-нибудь Почти Элегия В былые дни И я Пережидал Холодный дождь Под колонадой Биржи И полагал Что это Божий дар И может быть Не ошибался Был же И я Когда-то Счастлив Жил в плену У ангелов Ходил На бурдалаков Сбегавшую По лестнице Одну Красавицу В парадном Как Яков Подстерегал Куда-то Навсегда Ушло Все это Спряталось Однако Смотрю Смотрю в окно И написав Куда Не ставлю Вопросительного Знака Теперь Сентябрь Передо Мною Сад Далекий Гром Закладывает Уши В густой Листве Налившиеся Груши Как Мужеские Признаки Висят И только Ливень В дремлющий Мой ум Как в кухню Дальних Лодственников Скарит Мой слух Об эту пору Пропускает Ни музыку Еще Уже Ни шум Спасибо Меня за что